Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал Фрешлайф28. Мы в традиционной рубрике «Разбор полётов». Наш очередной герой. Встречайте! Итак, по традиции, прежде чем я предоставлю слово нашему сегодняшнему герой, я немножечко помучаю вас своим занудством. Вы знаете, я смотрел отснятый материал, и я безумно был горд. Горд тем, что канал Фрешлайф28, как мне кажется, собирает самую думающую, самую умную аудиторию в сегменте ютуба российского. Мне это чертовски приятно, потому что это как смотрел, что говорил Алексей. Я понял, насколько человек глубоко понял, о чём я говорю на своём канале. Потому что проблема лишнего веса, проблема похудения, проблема сокращения продолжительности жизни, это не проблема того, что есть, а что не есть. Об этом вам, в принципе, любой блогер расскажет, или любой маломальский грамотный тренер. Это не такая большая проблема. Проблема в том, что как сделать так, чтобы потом этот результат, которого вы достигли, не нужно было удерживать. Каким образом? Можно сквозь розовые очки снять их и увидеть. Каким образом маркетологи и общество заставляет нас жреть? При помощи того же самого карго-культа. И Алексей это всё понял, просёк, применил на себе. И вот результат. Собственно говоря, давайте так, я умолкаю. Встречайте, он сам вам всё расскажет. Всем привет. Меня зовут Алексей. Мне 33 года будет через 2 недели. Мой вес составляет 100 килограмм. Ну, может, 101, если покушаю. Когда я начал взвешиваться, мой вес был 138. Но я боюсь, что я доходил до 140. Когда я весил 100, 110, 120, 130, 140 килограмм. Я ни разу не чувствовал себя толстым. Но я и не чувствовал себя стройным. Сейчас же мой вес 100 килограмм. И я думаю, что я буду в этом весе. Я думаю, буду в этом весе. Но более в другом качестве вес будет. Я хочу накачать мышцы. Я не знаю, там, хочу кубики. Я не знаю, я хочу жить. Я хочу получать от этой жизни всё то, что могу получить. Худеть я пытался 3 раза. Таких вот серьёзных. Первый это был Energy Diet. От него странный эффект. Извините за выражение. Хотелось срать 3 раза в день. Эффект мне не понравился. Потому что это была диета. После диеты я набрал ещё сверху десятку. Потом я худел на Body Flex. Это плоский живот за 15 минут. Сейчас это называют вакуумом. Эффект чуть получше. Но и набрал я тоже чуть побольше. И сейчас я худею третий раз. Но это я не худею. Это я поменял образ жизни. Для того, чтобы жить. Я теперь живу. И мне это нравится. Мне нравится уже бегать. С чего я начал худеть. Как-то приехали мы со свадьбы друзей. На которой гуляли. И через месяц где-то нам прислали фотографии. И то, что я видел на этих фотографиях, мне жутко не понравилось. И я решил, надо что-то менять. Всем друзьям я говорю. Ребята, что-то надо. Ну, окей, Google. Вам всё расскажет, разжуёт. Особенно в Ютубе есть все видеоролики. И я решил сам воспользоваться своим же советом. Забил, окей, Google. Хочу похудеть. Или окей, Google. Хочу просушиться. Я уже не помню. И в Ютубе, ну, там, видеофайлы были. Появилась ссылка «Тушка на просушку». Там какой-то дяденька, мужчина, рассказывал 45 минут про то, как надо похудеть. Он рассказывал то, что ребята, будете хавать, будете толстые. Не будете хавать, не будете толстые. Но, как сказала Рина Зелёная, если хотите похудеть, надо меньше жрать. Наверное, этому же совету я и последовал. Но тут вопрос не просто меньше жрать. Надо меньше жрать не в килограммах, а в калориях. И я решил, да, буду считать калории. Я ел всё. После шести ел. Я не знаю, когда хотел, я и ел. Но я считал калории. Я ел, я не знаю, арбузы. Я захотел свинину, свинину съел. Я ел всё, но считал калории. Я не понимал, как так вот, как так вот. Вроде арбуз, там, низкий уровень калорий. Ешь его. А от него не худеешь. Я этого не понимал. И где-то после того, как я за полдня съедал весь свой калораж, не знаю, шашлык поел, там, 100 грамм, всё. День прошёл зря. В плане, всё, уже наелся. И это очень было тяжело. Я решил, что что-то не то, что-то не то. И стал искать дальше в Ютубе. И наткнулся на канал Фрешлайф28. Антон, спасибо большое за то, что снимаешь ролики, которые нужны. Ну, это отдельно. Наткнулся. И он рассказывал, что надо похудеть. Ребята, вы понимаете, что вы кушаете надо. То есть, если хотите похудеть, делайте так. Там много ссылок, особенно мне понравилось. Он как Дэвид Копперфельд. Посмотрите в этом ролике. Как, почему набирается лишний вес после диет. Посмотрите в этом ролике. Я говорю про инсулин. Мне это так задело, так интересно. Я всегда, когда он ведет видеоролик, он говорит, посмотрите этот. Я кликаю, досматриваю, возвращаюсь назад. И таким образом я стал понимать вообще, что происходит в животе. Как вообще появляются складочки. Что такое липолит, что такое колораж. Что такое инсулин. Как все это работает. Почему надо пить воду, почему не надо это. Почему то, что не солишь еду, это тоже плохо. Это он все рассказывает. И в принципе на доступном мне языке. Я вот после этого понял, почему, допустим, что-то можно употреблять в пищу без вреда. Для отложения у себя на боках. А почему нет. Когда Антону большое спасибо за самый главный ролик, который я всегда смотрю. Смотрю, который я всегда вспоминаю. Это культ Карга. Вообще. Это классный ролик. Он вроде бы не о похудении. А в то же время он в точку дает. Мол, ребята, у каждого своя жизнь. Каждый волен делать то, что он хочет, то, что ему нравится. Он не может, нельзя повторять за каким-нибудь выдающимся спортсменом то, что они делают. Это относится к тому, что у нас в городе есть здравый смысл. Там по вечерам собираются на стадионе фитнес-инструктор, и он со сцены танцует. Ну, блин, это дело. И за ней повторяют женщины под 40, под 50 лет, у которых избыток веса, я не знаю, килограммов 40. Они повторяют, потеют, все мокрые, довольные, уходят домой. А ничего не поменяется. Вот та девушка, которая танцует, шевелится, прыгает, показывает мастер-класс. Вообще, она красавица, но я с ней в школе учился. Поэтому я знаю, как она выглядела в школе. И она точно такая же сейчас. То есть у нее нет генетической предрасположенности. Я не знаю, быть с большим пузом. Она всегда такая. А вот эти бабушки, которые повторяют все за ними, ну, мне вот их, за них просто очень, их жалко. Потому что они ушатают свои суставы. Не в их возрасте надо бегать и прыгать. Как там прыгают на этих тренировках. Поэтому у каждого свой путь. И Антон, он показывает другую жизнь. Он показывает, как можно изменить себя простыми способами. Вот, допустим, Антон, у Антона есть такая 10 лайфхаков по правильному питанию. Но я вот, допустим, им не полностью поддерживаюсь. Я начал, вообще, я начал, когда питаться, вот дробное питание, Антон говорит, питайтесь дробно. Я начал дробное питание. Я не верил, что это поможет. Но это поможет. Я взял контейнеры пластиковые, по-моему, из-под корейской морковки, там, салат вот такой вот. Я туда сейчас накладываю. Контейнеры я не выкидываю. Я их мою, мне несложно. Каждый вечер я готовлю себе еду. На следующий день я укладываю в контейнеры и ставлю в холодильник. Мне это нравится. Я утром вытащил, засунул свою сумку походную. И вся еда у меня с собой. Я всегда с собой беру 6 литров воды, 6, 3 литра воды в пластиковых бутылок, они у меня всегда с собой. То есть я с вечера все приготовлю. У меня нет такого, что курицу. И, допустим, я беру цельную, цельную грудку беру. Я не беру, уже готовые. Я вечером за 2 часа приготовлю всю еду и сложу в контейнер. Да, днем это вообще удобно, когда по часам четко и каждые 2 часа питаешься. Берешь, съел 5 минут и дальше работаешь. Это очень удобно. Что еще могу сказать? Еще, когда я начал худеть, наверное, одной из важных причин, почему я стал считать калории, почему я не пошел, не ломанулся, как все в спортзал, бегать, прыгать, тягать железо. У меня грыжа, пупковая грыжа. И мне противопоказаны вообще какие-то физические нагрузки. И все, чего я добился, это только благодаря питанию. Я не занимаюсь спортом, хотя у меня, я не знаю, тут тренажеры стоят, гиперстензия, скамейка. Там у меня, в той кладовке, у меня стоит наклонная скамья для пресса, для скручивания. Я говорю, я ими не пользуюсь, мне просто нельзя. Но я смог похудеть. Для того, чтобы… Еще самое важное, когда я начинал считать калории, я скачал там программу на телефон, высчитывал каждый продукт. У меня там был большой список, там плов приготовила жена, плов приготовила теща, я у них брал рецепты. То есть, все полностью высчитывал калории. И мне не хватало того, что я не понимал, зачем это делается. Зачем я считаю калории. Теперь, потом, когда Антон все это разъяснил, зачем ты считаешь калории, почему какие-то продукты можно, какие-то нет, какие процессы происходят в организме. После этого, когда со временем, это не сразу до меня дошло, это дошло где-то через месяц или два. Как Антон говорит, измените образ жизни. Я изменил образ жизни, я смог. И у меня сейчас по привычке, я утром, если вечером готовлю, я уже, если вечером не приготовил, я плохо сплю. Ну, серьезно, я, блин, переживаю, что же я завтра есть-то буду. Как вот так вот? Как вот пойти где-то вот съесть сладкое, я вот сладкое уже не пью, не ем, не пью чай, сахар, ничего такого. Просто выплевываю, меня от него воротят уже. Я изменил образ жизни. Ну, это того стоит. Если только начать и понять, что это да, действительно кайф, то это кайф. Ну, это того стоит. Я даже не знаю, как это сказать. Вы увидите... Пример. Когда я начинал худеть, считать калории. И периодически я срывался, периодически срывался, там, я не знаю, пошел, не то, что открыл холодильник, достал тортик, поел его. И целый день потом ел сладкое, то есть я себе это позволял. И меня это угнетало, а то, что я калорий не просчитал, все, опять жир на попе, где-нибудь вылезет. И со временем я понял, что, ну, хорошо, я сорвался. И что, жизнь останавливается? Ну, и что, думаешь, ты уже не похудеешь? Да нет, ты продолжай. Ну, сегодня сорвался, ничего страшного, в следующий раз держись. Понимай, что это того не стоит. Ну, еще спасибо жене, она перестала у меня готовить сладкое, печеное. У всех хлебобулочные изделия, это большое спасибо. И я к чему это говорю, то, что семья, когда помогает, это хорошо. Когда она тебя не осуждает, не говорит, о, да ты надоел уже своим питанием. Да, первое время вообще только питание. В голове такое есть, 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 как так, как, почему не ешь. А потом, когда это перешло уже в образ жизни, ты уже не думаешь, что пришел, приготовил. Там у меня все, жена, там, ребенок, не едят то, что ели раньше. Но их уже не напрягает то, что я готовлю для себя сам. Они не напрягают то, что я, если они себе накладывают красивую, там, картошку разложат куриную, бедрышко положат. А я ем гречку с куриной грудкой вареной, их это уже не напрягает. Потому что это вошло в привычку не только у меня, но и у моих. Для того, чтобы похудеть, а, еще, поначалу кажется, что-то сложно. Вот, сложно начать. Нет, это не сложно, это, это возможно, и это легко. Легко, даже не то, что начать может оно и сложно психологически. Но это легко продолжать. Когда продолжаешь, 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 это становится образом твоей жизни. И ты уже не заморачиваешься, что по этому питанию. Я вот уже, допустим, не заморачиваю, что мне есть. Если у меня, допустим, некоторые друзья ковыряются в супе, выбирают, я не знаю, лук в сторону, морковку в сторону. Я ем гречку с курицей, мне этого хватает. Я ем перловку с вареными яйцами, и мне этого хватает. И я наедаюсь. И правильно, я от этого кайфую. Даже не знаю. Для того, чтобы начать худеть, не обязательно смотреть все ролики в Фрешлайв 28 подряд. Не обязательно. Посмотри первый ролик. Второй ролик, который Антон говорит, вот в этих самых первых двух роликах я изложу все как положено. Ну, да, согласен. Я их посмотрю, мне этого хватило. Потом мне какой-то информации не хватило, я открываю другие ролики. Допустим, когда Антон изначально, у него в первых роликах говорит, я корю себя за то, что я иду у вас на поводу и делаю те ролики, которые вы от меня просите. Изначально Антон делал те ролики, которые нужны. Сейчас, вот тоже пошли в последнее время, это про соль, это про соль, про отеки, про отеки. Это ролики, они нужны. Это не то, что мы просим. Там еще у меня такое. Кто-то под комментариев про отеки, они нужны нам, тем, кто собирается ходить. Те, кто уже начал ходить, они поскольку-постолько, они нужны для тех, чтобы кому-то сказать, блин, чувак, да ты реально отекаешь. Начни питаться правильно, пусть у тебя пройдет отек, сходи на аллергены сдай. Это нужно. Вот Антону прошу еще, делай те ролики, которые нам нужны. Не те, которые просим, там, расскажи про вицеллярный жир. Блин, я еще свой не сбросил, не вицеллярный жир, а уже какой-то другой жир надо сбрасывать. Нет. Я думаю, этого не стоит. Еще у меня где-то под, а вот как, был комментарий. Теперь главное удержать вес. Нет, не главное удержать вес. Главное, чтобы, не главное удержать вес. Главное, чтобы у тебя было, главное, чтобы у тебя не мотивация, и главное у тебя, чтобы этот образ жизни сохранился. А вес, он само собой упадет. Потому что то, что мы делаем, это образ жизни. Это не называть диетой. Нет, это не диета. Диета – это когда есть конечный результат. Это образ жизни. И когда ты поймешь, что, блин, да можно, сладкое, но можно есть. Все можно, правильно, все можно, сладкое. Но надо понимать, что когда ты его ешь. Когда ты худеешь, я не знаю, там, сушишься, сладкое есть нельзя. А в обычной жизни можно, это образ жизни, который нужен каждому. Правильное питание – это нужно каждому. Допустим, мне 36 лет. Ой, 36. Допустим, мне 33 года. У меня все мои друзья, которые со мной учились, мои параллели, они, может, и стройные, но они с пузами ходят. То есть у них с футболки торчат пузо. А те, которые ходят, стройные ребята, они еще учатся в институте. И поэтому им вот сейчас надо прививать образ жизни, правильно, для того, чтобы не запускать себя. А тем моим друзьям, которые смотрят меня, которые даже не начали, меняйте образ жизни. Если вы запустили себе это толковое состояние, когда вам не нравится, не нравитесь вы сами, тогда меняйте образ жизни. Никто за вас не поменяет. Допустим, если бы мне в детстве сказали родители, все, ты ешь, будешь питаться правильно, это будешь, это не будешь, вот тебе рацион всю неделю. Да я бы возненавидел родителей таких. Только ты сам можешь, никто тебя не заставит. Не вообще никто. Ну, поэтому пожелания вам, кто меня смотрит, и тех, кто еще не начал новую жизнь, пусть не с понедельника, а просто новую жизнь. Сделайте так, чтобы эта новая жизнь вам понравилась. А мне она нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok